Продолжение следует... Все эти обвинения строятся на показаниях всего лишь одного человека, который ранее неоднократно судим и которому сейчас будут избирать меру пресечения. При этом тому человеку следствие вышло святатайством о домашнем аресте. По всей видимости, это некая благодарность за то, что он дал какие-то сведения. При этом событие, предполагаемое преступление было в 2008 году. То есть это 8 лет назад. То есть 8 лет назад произошло якобы преступление, ущерб которого чуть больше миллиона рублей. При этом мы предлагали залог 10 миллионов рублей. То есть в 10 раз превышающий. То есть я готов был прямо сейчас этот залог внести. Надеюсь, на меня никто не нападет сейчас. В ближайшее время я смогу спокойно вернуться назад. Так вот, в чем уникальная ситуация? Преступление произошло 8 лет назад. Но 20-го числа потерпевшие, а потерпевшими является страховая компания Ингустрах. Кстати, я не знаю, там не опасаются они, что автомобилисты перестанут у них страховаться. В общем-то, автомобилисты это основная целевая аудитория Эрика. Я думаю, что после такой подставы, да, то есть там доверять Ингустраху, как бы, ну, сами... Так вот, смотрите, какая хронология. 20-го февраля Ингустрах пишет заявление о преступлении спустя 8 лет. Дальше. 20-го же февраля возбуждается уголовное дело. 20-го же февраля задерживают Эрика. Почему-то не вызывают ни адвокатов, ни уведомляют родственников. Вот, я не знаю, ну, я думаю, все собравшиеся никогда с этим не сталкивались. Но я думаю, что даже большинство зрителей, которые сейчас видят, удивились бы оперативности следственных органов. То есть написано заявление, тут же возбуждено уголовное дело, тут же задержан человек. Если бы так работала полиция, я думаю, что вообще бы преступников и бандитов не было просто в нашей стране. Как говорится, случайность, да, не думаю. Так вот, 20-го числа его задерживают, сегодня его привозят в суд. Мы видели, да, что долгое время нас не пускали в зал, то есть в здание. То есть в здание мог приходить кто угодно, только не представители Эрика Давидовича. Дальше мы знакомимся с материалами дела. Удивительно, конечно, там одна бумажка, то есть показания человека, который проходит по другому уголовному делу. Все. При этом связано с угодом машины. Все, больше никаких документов нет. При этом есть справка о том, что Эрик не привлекался ни к уголовной ответственности, ни к административной ответственности, ни к какой. При этом, кстати, тоже, что характерно, сегодня утром начался совершенно странный обыск в квартире Эрика. И в результате этого обыска близких родственников не отпустили в суд. Документы, которые мы подготовили для суда, отказались выдавать. То есть вот эта череда странных, казалось бы, событий, она привела к тому, что, несмотря на то, что, я обращаю внимание, 10 миллионов рублей мы предлагали за лог. Дальше есть меропрещение, домашний арест. Суд посчитал, что лучше всего взять человека под стражу. Я думаю, Дима, понимаем, почему это произошло. Я думаю, что таким образом ограничиваются его права на защиту. Ну, я опасаюсь, я это в суде сказал и обратил внимание на жизнерадостного. Кстати, Эрик не унывает вообще нисколько. То есть он ведет себя спокойно, никому никакого презрения или претензий не испытывает. Он знал, на что шел, он говорит, я всегда вот этому готов. Так вот, следствие наставило на мероприятие. И я обратил внимание на жизнерадостного Эрика и сообщил, что если вдруг в ближайшее время он передумает жить и покончит с собой, как это, к сожалению, бывает периодически, да, что чтобы это не воспринимали как само собой разумеющееся. Потому что когда человек находится под домашним арестом, когда он находится под залогом, при этом я заверил, то есть я готов был прямо сейчас за него внести залог. И если бы он скрылся, я бы его сам нашел бы, да, за 10 миллионов рублей. При этом ущерб, предполагаемый миллион рублей, обращая внимание, я не просто говорю об этом несколько раз, 8 лет назад произошло преступление и раскрыто в один день через 8 лет. И совершенно случайно, накануне того дня, когда Эрик должен был вылить в интернет видео, которое изобличает руководство Московское силового ведомства, не буду на всякий случай говорить какого, вот, я думаю, что вы это понимаете прекрасно, чтобы не ограничить тоже его право на защиту, потому что тут какие-то люди ходят, мне ковыряют глазами, да, в зале суда, я спрашиваю, что вы вообще хотите, ходить, что-то там, расспрашивать. То есть, на мой взгляд, здесь налицо такая, ну, я думаю, что объективности нет, да. Ну, а вы какие-то подробности этого преступления нам можете рассказать? Какова роль... Не было никакого, смотрите, все очень просто, все очень просто, смотрите. Когда я первый раз с Эриком мы ездили для дачи объяснений, сотрудники поняли, да, что, в принципе, придраться к нему не к чему, да, то есть, он абсолютно чистый, чистый, как, не знаю, я этим похвастаться не могу, у меня вот штрафы за превышение скорости, наверное, там, больше, чем дорога отсюда до метро. Вот, у Эрика ни одного нет. Так вот, они начали, по всей видимости, разработку назад в будущее, точнее, вперед в прошлое. И вот нашли что-то 8 лет назад, и то, к чему Эрик не имеет никакого отношения. Один человек угнал машину у другого, при этом какое-то юрлицо получило за это миллион рублей страхового возмещения. Ранее судимый и уже отбывавший наказание человек, не буду называть его уголовником, ну, по каким-то причинам дал показания на Эрика, при этом, очевидно, он получил выгоду, потому что в отношении него сейчас следствие вышло с ходатайством не в аресте, а в домашнем аресте. Так вот, пасное преступление, значит, что его нужно срочно изолировать от общества. А он был учредителем этой компании? Он на тот момент не был учредителем. На тот момент не был. Через 5 лет стал. Так вот, а для Астраски, да, там написано, что якобы у него имеются коррупционные связи, да, якобы он причастен, там, к покушению на убийство президента республики, там, и так далее, и так далее. Ну, в материалах дела этого нет, но мы понимаем, да, ну, представьте себе Эрика, значит, который там готовит, значит, покушение, ну, это смешно. Или Эрик, который за миллион рублей, там, какие-то машины пытается, да, там, что-то за страховой компанией. Что дальше будет с фильмом, который должен был выйти 21 числа? Кто-то выложит его? Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что человек, у которого находятся эти записи, не подвергнется срочно каким-то действиям, да. Вот, и эти записи появятся, и все поймут, что послужило. Ну, я думаю, что и так все понимают. Спасибо. Спасибо. Да, и важно, мы будем обжаловать, конечно, следственные действия, и самое, точнее, этот арест будем обжаловать, наверное, сегодня или завтра мы подадим соответствующую жалобу. При этом я уверен на 100%, да, что мы победим в этой истории. Я так по взглядам понял, что, в общем-то, и следствие это понимает прекрасно. Но здесь нужно было дать определенный сигнал Эрику, таким же, как он, чтобы понимали, кто власть, значит, в городе, что особенно рыпаться не нужно. Правда, мне кажется, что на Эрика это особое впечатление не произвело, он спокойно, значит, это воспринял, он это понимал и не ждал. Я думаю, что на людей, которые пришли сюда поддержать Эрика, это тоже произвело обратный эффект. И легче коррупционерам точно не станет. И видео, если будет возможность, мы опубликуем в ближайшее время. В этом сомнений тоже быть не может. Но то, о чем говорит сейчас Сергей, это действительно вопиющие факты, которые к какому-то праву имеют очень опосредственное отношение. В зал не пустили никого, ограничили проход к зданию суда, и сделано было все для того, чтобы эта история не получила огласки. В выходной день, в преддверии праздника, в там молниеносность, которую отработали в данный момент, я не знаю, я вижу работу органов исполнительной власти и полиции, в частности, каждый день. И такой оперативности, поверьте мне, я не видел за всю свою многолетнюю практику. Это нонсенс. И то, что сегодня происходило, к праву имеет такое же отношение, как я к острову Маврикий. То есть никакого. Мне бы хотелось, чтобы руководство МВД, если оно вдруг не в курсе, обратило внимание на то, что сегодня происходило, потому что нормой это являться не может. Человека по статье, даже пускай экономической, при наличии на иждивении мамы, которая малоподвижна, не выпускают под подписку о невыезде. Это, на мой взгляд, под залог в 10 миллионов, ну хоть подо что-то. Ну то есть, это очевидно, решение, которое было принято еще до начала судебного заседания, его просто не стали переписывать. Даже если бы что-то более серьезное было. Плюс родственников, которых не отпустили на суд, нас, которых не пустили. Я, как член общественной палаты, пытался охратайствовать, но остался стоять вместе со всеми здесь, хотя у меня было что сказать для господина судей. Ну и важный момент, чтобы никто не сомневался, во-первых, это для нас всех дело принципа. Потому что если бы, вот я могу про себя сказать, если бы хоть следствие получше подготовилось, и там хотя бы формально был бы материал, было бы не так обидно. Дело в том, что в деле не было ничего. И мы видели и в начале, что в здание не пускали, просто нагло, значит, кого-то пускают, кого-то не пускают. Дальше материалы делать для нас, это вопрос принципиальный, я убеждаю и уверяю всех, что мы доведем это дело до конца, Олег будет на свободе, и как бы все будет хорошо. Но вас прошу его поддерживать дальше. Ему это очень важно, приятно, он меня спрашивал, как там ребята, там про Диму, там и так далее. То есть для него это важно, вот, и он к этому спокойно отнесся. То есть, в общем-то, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Друзья, я обязательно выйду попозже, расскажу вам, что к чему, а пока... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА